Рекламно-информационная программа С Верой в спорт Добрый день, это программа С Верой в спорт у микрофона Вера Власова. В гостях у нас сегодня долгожданный гость. Это Анна Альминова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, финалистка Олимпийских игр. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Недавно был День физкультурника, в минувшие выходные, с чем я вас поздравляю. Спасибо. И на этом торжественном мероприятии была поставлена задача, чтобы к следующему году, к 80-летию празднования данного мероприятия, достичь уровня 55% вовлеченных в спорт жителей Кировской области и города Кирова. Как, сразу же вопрос, как будете решать эту задачу? Задача амбициозная, сложная, но давайте сразу внесу поправку. Задача была поставлена майским указом президента, и нацелена она все-таки на достижение 55% показателя, занимающихся физической культурой и спортом, а также вовлеченными в здоровый образ жизни людей, к 2024 году. Поэтому, конечно, к этому рубежу мы и будем стремиться по уровню занимающихся. Но, естественно, следующий год это будет неким трамплином, срезом по той политике, наверное, по той программе по развитию физической культуры и спорта, которую мы будем вести в регионе, нацеленную, повторюсь, на 2024 год. К следующему году, к трамплину, как идет подготовка? Есть уже план мероприятий? Да, конечно. План официальных мероприятий сейчас, календарный план, он формируется. Уже есть те мероприятия, которые будут проводиться среди спортивного резерва. Уже есть этот список мероприятий, их много, их больше тысячи. На 2019 год календарь официальных мероприятий сейчас формируется. Могу точно сказать, что их будет не меньше, чем в прошлом году, чем в этом году. В этом году их было больше тысячи, в 2019 году их будет не меньше. Также точно будет много соревнований проводиться среди любителей спорта, среди обычных граждан, кировчан, чтобы дать возможность всем попробовать себя в качестве спортсмена, бегуна или триатлета, или лыжника. Тем самым, наверное, положить начало здоровому образу жизни для кого-то. Для кого-то продолжить уже такую принятую хорошую традицию. Вы говорили сейчас о мероприятиях, вот больше тысячи мероприятий назвали. Это только мероприятия под эгидой Министерства спорта, либо это, скажем так, в содружестве, в совокупности с частными коммерческими, скажем так, предприятиями? Мы фиксируем и ведем статистику исключительно по тем мероприятиям, которые входят в календарь Министерства спорта и молодежной политики, которые находятся на учете у Министерства спорта Российской Федерации. Конечно, помимо этих тысяч мероприятий пройдет еще очень много соревнований, проводимых частными организациями, частными клубами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что жизнь, спортивная жизнь Кировской области, она будет насыщенной, яркой, полной. Она бурлит уже сейчас. Да, все верно. В этой студии до вас побывало очень много представителей как раз этих частных структур, и любительская футбольная лига, и спортивные школы разного уровня, разной направленности детские и взрослые, которые в один голосе заявляют, как много мероприятий они проводят, как это на самом деле здорово, что люди подключаются. Вот одно из таких мероприятий, но под эгидой Министерства спорта, проходило не так давно. Это неделя здорового образа жизни на Театральной площади здесь у нас была. Расскажите, пожалуйста, какие задачи ставила перед собой это мероприятие, как оно проводилось и чего достигло в итоге? Основная задача недели здорового образа жизни, которая не так давно проходила на Театральной площади, была все-таки популяризация здорового образа жизни среди населения Кировской области. Для нас было важно продемонстрировать тот спектр услуг наших подведомственных учреждений, все то количество секций и возможностей, которые сегодня предоставляют спортивные школы, спортивная школа Олимпийского резерва. Для того, чтобы родители, увидев в очередь спортсменов, тренеров, возможности школы, которые демонстрировали спортсмены на Театральной площади и на сцене Театральной площади, в сентябре привели своих детей в спортивные секции. Или еще до сентября записались. Проводилось очень много интерактива для тех, кто непосредственно находился на Театральной площади в момент проведения. Каждый день этой недели здорового образа жизни. Каждый раз было приятно наблюдать проходение. И у каждого была возможность попробовать себя, проявить свои физические возможности. Опять-таки для чего? Для того, чтобы у людей появилась уверенность, наверное, в себе самом, для того, чтобы сделать тот самый первый шаг и заняться спортом и физической культурой. Затем немаловажной составляющей во всей этой программе было знакомство жителей Кировской области, молодых спортсменов с спортивными легендами, с живыми спортивными легендами, с нашими выдающимися спортсменами по разным видам спорта. Потому что приглашаем, вы знаете, в последнее время очень много олимпийских чемпионов, чемпионов мира вообще, выдающихся спортсменов приглашали мы в наш регион, для того, чтобы познакомить с ними наше подрастающее поколение и жителей Кировской области. Но, естественно, мы не должны забывать о том, что Кировская область богата и своими великими и знаменитыми спортсменами. И наша задача, наш долг, давайте, так скажем, чтить их результаты, их достижения, их подвиги, знать их, уважать и передавать из поколения в поколение, а также давать возможность подрастающему поколению смотреть на этих живых легенд и стремиться к их достижениям. Подводился ли какой-то срез после недели здорового образа жизни? Увеличился ли поток заявок в подведомственные учреждения спортивные? Был ли какой-то отклик живой? Ну, набор в секции подведомственных учреждений и вообще учреждения спортивной направленности у нас начнется в сентябре с началом учебного года. Естественно, есть статистика прошлого года, позапрошлого года, и уже в конце сентября, я думаю, что нам будет с чем сравнить. Я очень надеюсь, что динамика будет положительной. Я тоже надеюсь. Из ближайших предстоящих мероприятий, направленных на развитие спорта, спортивной активности жителей города Кирова, Кировской области, что стоит, на ваш взгляд, посетить? Что планируется в ближайшее время? Ну, абсолютно точно. С абсолютной уверенностью я приглашаю всех жителей Кировской области принять участие в традиционном, сегодня уже финальном этапе проекта «Вятские холмы» в марафоне «Вятские холмы-2018», которые пройдут вот уже совсем скоро, в начале сентября в городе Кирове. Ожидается огромное количество участников, уже идет регистрация, открытая регистрация, и могу сказать, что с большей активностью сегодня регистрируются как жители Кировской области, так и представители других регионов России. Поэтому вот еще раз приглашаю всех принять участие. Абсолютно доступный, абсолютно возможный для участия каждого старт, спортивный праздник, в котором можно не только проявить свои физические возможности, но просто поучаствовать в спортивном празднике, посмотреть концерт, получить какие-то призы на финише обязательные для каждого участника. И огромное количество положительных эмоций. Заряд энергии на весь год, либо до весны, когда этот проект будет продолжен. Мы говорим о том, что это марафон, но подразумеваем, что будут еще другие беговые дистанции, 3, 10 и 21 километр. Да, традиционно называем мероприятие в соответствии с самой длинной дистанцией, а это будет марафонская дистанция 42 километра 195 метров. Но в рамках этого спортивного праздника будут даны старты детям на более короткие дистанции, молодежи и всем любителям, желающим просто попробовать себя хотя бы для начала пройти не в длинную дистанцию, пробежать 3 километра, 10, полумарафон. В этой студии мы тоже довольно много уже обсуждали «Вязкие холмы», и многие слушатели уже знают, насколько это большой, яркий спортивный праздник, который длится практически весь день с утра и почти до вечера, что это огромное количество мероприятий чуть ли не по всей трассе. Поэтому да, всех приглашаем. В июле месяц состоялся впервые в Кирове, второй по счету забег в этом году в серии забегов «Вязкие холмы» — это ночной забег, впервые в Кирове. Итоги по нему мы еще в этой студии не подводили. Расскажите, Анна, как на ваш взгляд это мероприятие прошло, насколько оно было полезно для спортивного сообщества и вообще для Кирова? Да, вот вы сказали, что «Вязкие холмы» — это праздник, который продолжается целый день. К чему стремимся мы, стремятся организаторы, команда организаторов? К тому, чтобы этот праздник длился целый год. И наша задача в этом году, наша задача была создание событийности этого проекта «Вязкие холмы». Поэтому было принято решение по проведению не одного забега в сентябре, как это было традиционно, начиная с 2016 года, а провести три забега. Первым из которых стал полумарафон в мае «Вязкие холмы». Шестого мая. Шестого мая, да. В июле, седьмого июля у нас прошел ночной забег ночной ночной ночи. И вот финальным этапом станет уже марафон, полная дистанция марафон. «Вязкие холмы» — 42 километра. Ночной забег был интересен. Это, в принципе, уже такой, знаете, интересный формат, который проходит в центральных городах нашей страны, в Москве и в Санкт-Петербурге регулярно эти забеги проходят. Они красочные, они яркие, они собирают очень много любителей бега, потому что есть у них некоторые особенности, изюминка, так скажем, да, в то время, когда уже организм привык к тому, чтобы отдыхать. Вот мы даем ему такой, мы даем некий челлендж, мы выходим на старт, мы бежим, объединяемся в такое спортивное, опять-таки дружное семейное сообщество. И я могу сказать с уверенностью, что первый шаг, дебют этого старта в нашем регионе прошел успешно. Он собрал большое количество участников, и я считаю, что даже мироздание было с нами, скажем так, заодно, потому что именно в этот день, именно в это время проходил грандиозный матч, когда наша сборная команда России на чемпионате мира играли за выход в полуфинал. Был просто шикарный, играли сильно, был шикарный по накалу страстей матч, и все, кто пришел бежать, принимать участие в забеге, сначала смотрели, болели за футболистов, затем бежали и после финиша снова смотрели, потому что наши уже били пенальти после дополнительного времени. Да, и очень здорово было, поделюсь впечатлениями, тоже бежала 5 километров, когда кировчане, гуляющие по парку, по тротуарам мимо, они все рассказывали, что происходит. Мы, конечно, бежали, переживали за нашу сборную, из окон все поддерживали, все кричали, молодцы, ребята, мы спрашиваем, как там наши играют, они говорят, вот тот, а тот забил, все, и дальше спокойно можно бежать. Да, это было прекрасным примером того, как одно событие, важное событие, яркое, которое проходит в городе, интегрируется в другое. И люди, участвующие в одном событии, становятся как бы одним целым, одним единым с теми, кто принимает участие в чем-то другом. И даже те, кто не участвует или участвуют опосредственно, вот зрители, они же тоже были вовлечены, они тоже болели, переживали за нас, поддерживали всячески. То есть вот уже чувствовалось, что аудитория, кировчане, они уже вовлечены. Вот-вот еще один маленький шажок, они тоже с нами побегут, они тоже будут вовлечены в спорт. Это задача, это наша задача, задача вот таких мероприятий. Действительно, ведь кировчан, поменявших свой образ жизни, и это не секрет, становится все больше. И вот эти мероприятия, которые мы проводим, которые проводят другие организаторы таких вот массовых мероприятий, они все призваны к тому, чтобы у людей появилась возможность, возможность попробовать. Я уверена, что у Кировской области, у нашего города в этом смысле большое будущее, и есть нам куда расти. Раз уж мы заговорили о беге, хочется перекинуть мостик и поговорить сейчас о манеже Легкатолитического в Вересниках, который строится, и вот-вот уже будет сдан. Расскажите, пожалуйста, для чего создается это учреждение, кто будет там заниматься, тренироваться. Насколько перспективен этот проект для города Кирова, Кировской области? Пока давайте об этом, потом еще вопросы у меня будут. Легкатолический манеж в Вересниках, с таким же названием Вересники, за которое голосовали жители города и Кировской области, не станет пока, возможно, не станет отдельным учреждением. Манеж станет частью Вятской спортивной школы Олимпийского резерва, которая саккумулирует легкоатлетов и тренеров из двух подведомственных Министерства спорта и молодежной политики учреждений. Легкоатлеты из спортивной школы Юность и Вятской спортивной школы Олимпийского резерва объединятся в отделении легкоатлетики на новом объекте Вересники, принадлежащем Вятской спортивной школе Олимпийского резерва. А насколько я могла понять из публикации, из фотографии, все сделано в манеже по европейской технологии, то есть есть возможность впоследствии проводить соревнования международного уровня? Да, действительно, большое внимание, огромное, я бы сказала, внимание, еще с момента начала проектирования уделялось разделу спортивной технологии, а именно оборудование, покрытие, инвентарь, тренажеры. Все было изначально запланировано таким образом, чтобы манеж мог получить сертификат Международной ассоциации Легкоатлетических Федераций, ИААФ, для того, чтобы впоследствии иметь право проведения как всероссийских, так и международных соревнований. В ходе и проектирования, и затем уже строительства, не раз вносились корректировки в сам проект, для того, чтобы максимально приблизить к самому высокому уровню все, что касается как спортивных технологий, так и, в принципе, самого объекта. То есть сегодня можно сказать, что, ну, наверное, уже можно этим поделиться, приезжали представители Всероссийской Федерации Легкоатлетики, которые непосредственно имеют право сертифицировать объекты, легкоатлетические объекты. И по их мнению, вот сейчас скоро к нам должны приехать не с экспертизой, уже непосредственно профессионально, но по их мнению, по мнению их профессионального взгляда, наш манеж «Вересники» может стать вторым в России после манежа ЦСКА в Москве, который получит сертификат Международной ассоциации Легкоатлетических Федераций. Когда мы об этом сможем узнать точно? Мы об этом, я думаю, что мы об этом узнаем до конца 2018 года. И вместе с этим сразу же напрашивается вопрос, инфраструктура манежа. Я так понимаю, что планируется все-таки некоторое благоустройство территории и некоторые еще объекты. Если говорить про территорию, которая непосредственно находится вокруг манежа, она уже благоустроена. Раскинуты газоны, высажены деревья, причем высажены не только кустовые растения, высажены крупномеры. Ближайшее время после введения в эксплуатацию манежа, который строился в первую очередь, начнется строительство второй очереди. Боюсь лишний раз так говорить с уверенностью, потому что очень надеюсь, что никаких изменений уже не будет. И второй очередью начнется строительство бассейна. Здание будет смежным с манежем, с переходом прямо из одного здания в другое без выхода на улицу. Естественно, если уж говорить о том, что, вы знаете, помечтать, то, конечно, хотелось бы, чтобы вересняки стали местом такого спортивного кластера, который включал бы в себя, помимо манежа и бассейна... Спортивный городок. Да, и стадион, и конькобежный стадион, и ледовый стадион для развития наших базовых видов спорта. Конечно, гостиницы, потому что сегодня уже звонят тренеры сборных команд России по лёгкой атлетике и интересуются не только о качестве покрытия или инвентаря оборудования в манеже, но и о инфраструктуре сопутствующей. Это и транспортная доступность, это и гостиницы, это и питание. Поэтому, конечно... То есть они планируют проводить сборы? Нет, послушайте, это задача сегодня Кировской области, Министерства спорта, молодежной политики, Всероссийской региональной федерации лёгкой атлетики привлечь сюда, на объект которых в России сейчас по пальцам одной руки пересчитать, да, привлечь сюда и соревнования, и тренировочные мероприятия. Это возможно, но это большая работа. То, что манеж появился, это счастье, но это и большая ответственность, большая последующая работа в целом всей отрасли. Я желаю благополучного развития манежу. И в конце программы у нас буквально пару минут ещё осталось. Хочется затронуть тему, вернуться к любительскому спорту и отметить то, что мы часто опять-таки в этой студии, о чём говорим. Это мода, либо это тенденция, либо это закономерное развитие инфраструктуры городской, что практически каждый застройщик, более-менее крупный, планируя, проектируя тот или иной объект, жилой комплекс, район, планирует у себя на территории либо спортплощадки, либо хоккейные коробки, либо футбольные какие-то площадки небольшие для мини-футбола, например. Как вы считаете, на самом деле это эффективно ли, насколько это вовлекает в спорт, либо это вот такая вот мода? Нет, я бы не назвала это модой. Это всё равно скорее закономерность, потому что сегодня оторвать детей от компьютеров и гаджетов может только качественная спортивная площадка или спортивная секция. И тот возраст детей, пока они ещё не доросли до уровня спортивных школ, естественно, уличные площадки, оборудованные безопасными спортивными тренажёрами, естественно, являются для детей таким первым, ну не только для детей, а вообще для жителей микрорайонов, для детей первым шагом в спорт, а для жителей микрорайонов, скажем так, приобщением к здоровому образу жизни. Сегодня, скорее всего, знаете, как, наверное, нужно говорить о том, что сегодня здоровый образ жизни становится модным, а площадки – это уже закономерность, потому что понятно, что любой застройщик заинтересован в том, чтобы как можно быстрее и как можно дороже продать то, что он построил. И сегодня для всех, естественно, жителей любого города, мегаполиса, покупка жилья в той или иной зоне, в том или ином районе, конечно, сопряжена с теми условиями, которые предоставляет застройщик по спортивной инфраструктуре. Да, ну и, соответственно, нужно полагать, что те ребята, которые начали заниматься так или иначе, вовлечёнными быть в эти вот спортивные, пусть более-менее примитивные объекты, у них уже будет потребность идти дальше, да, уже потребность будет в какие-то спортивные школы поступать и в дальнейшем развивать и вести за собой других. Да, я так думаю, что Министерство спорта и вы лично поддерживаете, да, именно развитие подобной инфраструктуры. Конечно, у нас на данный момент работает, существует, реализуется программа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Кировской области благодаря программе ПАО «Газпром детям». В прошлом году, в 2017 году, было построено 4 многомациональные спортивные площадки в муниципальных образованиях Кировской области. И на этот год запланировано ещё 7 площадок именно в районах. Они ещё не сданы? Они ещё не сданы, но... Это в районах Кировской области? И, в частности, в городе Кирове. 7 площадок до конца года будут построены. На этом, наверное, мы вынуждены закончить. Подошло время прощаться. Анна, очень благодарна, что вы пришли к нам сегодня. Надеюсь, что мы ещё встретимся в этой студии до старта Вятских холмов, которые будут, мы надеемся, в начале сентября. Спасибо большое. Ждём вас снова с хорошими новостями о спорте. Спасибо вам. Занимайтесь спортом. С верой в спорт.